Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Меня зовут Валерий Седов. Сегодня мы в гостях во втором отделе по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Добрый день! Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Полковник юстиции Коновалов Григорий Константинович. Григорий Константинович, расскажите, чем занимается Ваш отдел? Наш отдел занимается расследованием наиболее сложных доказаний уголовных дел, совершенных в том числе в прошлые годы, объемных уголовных дел, многоэпизодных уголовных дел. Как появился Ваш отдел? Как он формировался и из каких сотрудников? Появился отдел в 2019 году. Формировался он на базе первого отдела, просто не особо важных дел. Сотрудники подбирались более опытные, имеющие определенный стаж работы, квалификацию. И какова сейчас численность сотрудников? Сколько сотрудников? В данный момент следственное подреждение составляет численность 6 человек. Все достаточно опытные, знают, чем заниматься, как заниматься, направление деятельности. Ну, приоритет отдается именно расследованию дел прошлых лет. Да, в том числе и дел прошлых лет. Можете проконсультировать нас по цифрам, по статистике, как много дел удалось раскрыть? За 2021 год нашим отделом совместно с Управлением уголовного розыска, детальными подразделениями уголовного розыска, было раскрыто 13 преступлений, совершенных в прошлые годы. За 6 месяцев 2022 года показатель составляет 17 преступлений. Ну, дел прошлых лет много, незакрытых. Каким делам отдаются приоритеты? В большей мере приоритеты отдаются делам по 105-м убийства, по 111-м, часть 4-й, причинение тяжкого вида здоровья, повлекшее смерть потерпевшего. И половым преступлением. Это изнасилование, иные действия сексуального характера. И также уголовные дела, совершенные в отношении несовершеннолетних. Ну, преступления произошли давно. Уже и свидетели могли разъехаться, и само место преступления уже сильно изменилось. Как расследуют дела? Да, вы правильно подметили, что прошло время, свидетели могут забывать. Но есть уголовные дела, по которым, наоборот, люди при стечении какого-то определенного времени вспоминают более подробные детали произошедших событий. То есть, как это? Объясню как. С психологами мы общались, получается, что это такова. Если человек становится свидетелем, либо участником какого-либо события, которое в памяти его происходит не так часто, то оно откладывается. И спустя какое-то время он более детально вспоминает те или иные обстоятельства произошедших событий. Но в остальном ведь только на память свидетелей полагаться... Абсолютно верно. По истечении времени с момента совершения преступления наука также не стоит на месте. В настоящее время очень большие возможности проведения различного ряда экспертиз, в том числе генетических. Как пример, изымались предметы в 90-х годах, начало 2000-х, с места совершения преступления. На них имелись образцы букального петеля, который в тот период времени невозможно было исследовать, определить, чей ДНК там. В данный момент мы запрашиваем эти вещественные доказательства в районных подразделениях, проводим по ним экспертиз генетический, и, соответственно, бывают положительные результаты. То есть, исход дела еще зависит от того, как следователи того времени поработали на месте преступления. Ну да, что было изъято, как было упаковано, как этот предмет хранились, потому что тоже, это правильно вы подметили, оказывает влияние на доказательную базу. Ну вот все-таки за количество раскрытых преступлений можно ли сказать, что следователи того времени поработали хорошо и сохранили достаточную... Да, и в то время работали хорошо, и сейчас продолжаем также работать. За три года, получается, за неполных три года существования дела, какие самые запоминающиеся дела на вашей практике, на вашей памяти? Ну, самые запоминающиеся, наверное, пару уголовных дел. Одно из них – это покушение на убийство и изнасилование, и покушение на изнасилование двух лиц. Одна из них несовершеннолетняя являлась. Преступление было совершено в 2004 году, лицо, совершившее это преступление, скрылось после его совершения, и вот порядка 17 лет находилось в розыске. А как удалось найти? Удалось найти его, задержать в другом городе, не в нашем регионе. Он тщательно скрывался, менял постоянно съемные квартиры, не менял документы. Ну, благодаря, наверное, взаимодействию органов следствия и уголовного розыска, плановая работа проводилась, устанавливались его родственники, допрашивались они. Ну, то есть, сейчас человек понес наказание? В данный момент уголовное дело завершено, ему предъявлено обвинение, человек задержан, арестован, находится, изолирован от общества. Уголовное дело рассматривает судом существо. Можем ли мы, на примере какого-то уголовного дела, которое, может быть, совсем недавно завершено, о котором мы можем поговорить, рассказать ход работы вашего отдела? То есть, вот вы, условно говоря, достаете дело из архива, которое не закончено. Да, есть такое дело, было оно возбуждено в 93-м году по факту обнаружения трупа около Рязани-1. Лицо, совершившее, установлено не было, но были изъяты ряд предметов, которые, как предполагало следствие и в тот период времени, и, как предполагали мы, могли принадлежать нашему лицу, совершившему преступлению. Изучив дело, допросили свидетелей, которые были очевидцами, как он причинял тесные повреждения, там удар был нанесен в область шеи, розочка от бутылки, была бутылка разбита. Осколки у нас имелись, назначили по ним экспертизу дактилоскопическую, установили свет пальца руки, посмотрели его по базам данных и установили лицо, кому он принадлежит. После чего это лицо было задержано, соответственно, под неопряженным доказательством он признал полностью вину, и уголовное дело было направлено в суд. Это вот с 93-го года, это уже 10-20 даже? Да, да. Причем, знаете, скажу больше, лицо, когда задержали, просто у него спросили, как все произошло, он говорит, я вас очень долго ждал, когда же ко мне придут с этой тяжестью, очень тяжело жить на душе. То есть, он даже раскаялся? Да, да, все в деталях показал, рассказал причины, способ совершения преступления. Как вы верно упомянули, важный момент работы вашего дела – это взаимодействие с другими ведомствами. Можете рассказать про это? Ну, взаимодействие у нас происходит таким образом, что, как вы до этого сказали, берем дело из архива, да, начинаем с того, смотрим, кто в тот период времени его расследовал. Следователь того периода времени, оперативник, который сопровождал, после этого наши сотрудники пытаются найти их неконтакт, встретиться, чтобы поговорить. Потому что, что указано в бумаге, не всегда можно отразить какие-то детали, которые остались в памяти. Были такие моменты, что исследователь вспоминал, что предмет был еще, он определенно лежал в таком-то месте, что помогал в дальнейшем установить более детально обстоятельства произошедшего. Также оперативники, что такое оперативная работа? Это работа с населением и прочее. То есть, не всегда это все указано на бумаге, либо материалах уголовного дела. Соответственно, побеседовав с оперативником того периода времени, он может сказать, что там был еще Вася, но Вася мы не нашли. Соответственно, мы что делаем? Ищем эту Вася уже с новыми оперативниками. Таким вот образом происходит взаимодействие у нас. Один из важных этапов – это взаимодействие с экспертами. Расскажите про это. Следователь, прежде чем назначить ту или иную экспертизу по тому или иному объекту, первоначально связывает с экспертом и говорит, что хочет он видеть в заключении. Как правильно подойти к назначению и постановке вопроса. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы эксперт понимал, что ему нужно искать на объекте. Если следователь просто отправит объект с общим распыточным вопросом, то, во-первых, это займет большое время на проведение экспертизы, так как эксперт будет исследовать. Возьмем, например, куртку, изъятую с места совершения преступления. Можно исследовать какой-то определенный ее часть, рукав, например, и прочее, нежели исследовать ее всю. Также и по аудиозаписям, которые имеются в иных уголовных делах и прочее. И немаловажно имеет это значение для расследования уголовного дела и сроков его расследования. То есть, контакты с экспертами прямо наиболее тесные в вашем отделе? Ну, я думаю, не в нашем, это все должны так делать, но у нас это очень практикуется. Вот вы сказали, что в вашем отделе 6 человек работает. А как формировался этот отдел? То есть, как набирали людей? Так, значит, формировался... Но если говорить об отделе, то сам отдел существует только с октября 2021 года. До этого было отделение, штата отделения было 3 человека. Ввиду актуальности данного направления в данный период времени в деятельности Следственного комитета Российской Федерации, было принято решение о создании отдела, преобразовании отделения в отдел и расширении его штатной численности. Соответственно, уже подбор сотрудников велся по критерию знаний норм УПК, применения криминалистической техники, и иных, наверное, возможностей человека проложить службу в этом подразделении. Мы поговорили о том, что вы вспомнили дело 93-го года. А вообще, какое самое, наверное, позднее дело расследовал ваш отдел, если вспомнить? То есть, сколько лет назад могло произойти преступление, что... Ну, самое позднее вот было уголовное дело 89-го года. А так, в нашем архиве есть дела и 70-х годов, так же по ним ведется работа. Но каждое дело будет рассмотрено и доведено до... Ну, да, будем в этом направлении продолжать работу. Будем стараться, да, раскрыть все нераскрытые преступления. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин